как тебе сон снился я спала более-менее до этого взрыва лег спать не прошло наверное и 20 минут прилетел еще один истребитель опять оббомбил что-то было близко потому что просто в окне был полный свет дом как обычно трясло Юля сразу проснулась я проснулся даже не успел заснуть вот в подвал зашли сидим в подвале сирена гудит в небе гул уже записывать звуки взрывов звуки истребителя уже смысла нет потому что это происходит буквально там каждые минут 15-20 без остановки уже даже реакции на это нету вот только страшно чтобы в нас не попало маленькая наша плачет кошка про кота забыли где там кот заходи 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 что холодно здесь спускаться не хочет даже кот уже знает что надо бежать в убежище спим конечно же одетые чтобы быстро можно было выбежать спим по очереди вот как-то так живем 9 дней уже после ночной бомбежки взорвали нефтебазу в очередной раз вот поэтому такое небо было яркое яркое жесть как будто бомба атомная взорвалась несколько ракет попало по многоэтажкам окна везде везде побито и вот здесь видно что туда что-то попало вот сюда попало горела пожар был ночью тушили все он в осколках все побитое ни одного окна целого нету вывески этим вывески все побитые обе маркет там было такое классное пиво эх надеюсь я его попью еще когда-нибудь так вот еще фотка еще фотка короче фоток много еще одно видео как и нефтебаза взорвалась с другого ракурса а это попало в частный сектор и это все в одну ночь потому что самолет прилетал раз пять короче разбомбила там и ну пипецки все жесть просто жесть так вылез из подвала только что на моих глазах сбили истребитель я живу он тупо на нас летел ну хоть сбили этого ёбка нахуй блять полночи бомбил пидораз блять где же там какой-то на дом кому-то упало кому-то дома спалили так я думала улица должна идти помогать потому что мало ли бы на наш дом упало тогда стреляют еще сегодня наверное я родился второй раз потому что самолет который разбили который падал там буквально пару градусов левее правее и он упал бы на мой дом вот место крушения и те кто знают меня я думаю вы понимаете насколько мне повезло остатки от самолета видео как и дамаг тушат потому что падение самолета разбила 3 даже 4 жилых дома даже крышу снесло с дома а самолетик летал кидал такие вот бомбочки точнее это то что он не успел кинуть это как я понимаю при падении самолета 1 отвалилась вторая отвалилась этот пилот который один выжил который говорит ничего не знаю стреляю по не по мирным не по живым людям а по пустому городу короче под дурачка косит и но понятное дело на такой ну понятное дело это пиздеж ему никто не верит пилот оказался непростым вот это какой-то там элитный летчик россии сирию прошел и наверное все другие горячие точки где россия воевала его напарник не выжил а вот ему наверное придется сидеть в тюрьме за убийство мирных людей так 11 уже бомбежек живем в полном стрессе если если где-то далеко бахкает уже вообще не страшно страшно только когда вот ты совсем близко упает когда дом окна трясутся тогда уже страшно а а так уже все привыкли окна все обклеенные скотчем жуть каждое утро просыпаешься и ты уже радуешься что ты проснулся живой потому что можно заснуть и не проснуться вот вышел подышать свежим воздухом она все равно гупает 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 каждое утро просыпаешься смотришь новости разбомбили один дом разбомбили другой дом в городе короче с каждым днем в городе все меньше и меньше целых домов а самое страшное забыл сказать это когда пролетает истребитель потому что он там какие-то большие бомбы кидают там после этой бомбы вот так 4 дома стоит частного сектора там только фундамент остается подчистую сносят попадание рада гаубицы это все фигня там кусок дома отобьет и все если ты в подвале то ты выживешь а вот это то что кидает истребитель там даже наверно подвал не поможет потому что там и пробивается яма на два-три метра в землю вот так вот но истребитель только три дня летал один сбили вот недалеко от меня на улице буквально упал соседний а второй сбили там это под городом вот после этих двух больше вроде бы вот два дня пока что тихо точнее полтора дня сейчас только вот какая-то артиллерия по городу лупит и все хоть артиллерия лупит но все равно мы любим своего котика и сходили договорились хозяйкой магазина она открыла нам зоомагазин и мы купили все что надо своему котейке да нам жрать нечего а вот коту еду покупают покупаем точнее идешь по улице вот такая вот бомба лежит метра три наверно купили там вообще лук картошку и переноску для кота вот такая вот бомба лежит пиздец напор газа пропал вот решили картошку сделать так и газ еле-еле горит возможно это остатки газа которые в трубе остались до моментами пропадает газ момент пропадает цвет моменты это электричество также бывает нема интернета ну если нема газа то и котел не работает а какой сегодня уже день это уже сбился со счета 15 тоже не знаешь так считать еще за голова не работает считать не знаю и детстве 15 день сегодня так в целом пару дней было какой-то зачист это такое более тихое время именно по тому району где я живу особо не бомбили где-то там по окраинам бомбили но вот начинает это с часу ночи вот сейчас уже час дня 12 часов без остановки тупо бахкает 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 это все близко дома трясутся окна трясутся он опять бахнула после сбитого самолета самолетов больше не было но начали летать эти крылатые ракеты по звуку то самое что истребитель только наверное ну в два раза тише звук когда ракета летит и когда самолет летит но по ощущению как будто истребитель идти потом бух это была крылатая ракета они короче сейчас часто летают везде туда-сюда непонятно что бомбят как непонятно конечно все подряд бомбят если он статистике верит то 95 процентов всех попаданий это просто жилые дома и только только пять процентов это там типа какие-то там водоканалы водокачки какие-то школы военкоматы короче магазины склады аэропорты это всего лишь только занимает пять процентов от попаданий 5 бахнула жесть только что пропал интернет вроде бы уже появился можно опять компьютер включать давление газа по-прежнему плохое там какую-то трубу магистральную перебили поэтому давления нету полгорода без отопления полгорода без света полгорода без воды сидит его ремонтируют ремонтируют все равно бомбят перебивают каждый день пожары бомбят в разных точках города пожарники все не успевают тушить поэтому некоторые дома сгорают полностью даже даже пожарка не успевает доехать потому что ехать то никому по факту не успевают так некоторые знакомые уехали некоторые остались некоторые у знакомых живут которые уехали некоторые уже неделю в машине живут до уже неделю живут в машине уехали и неделю живут машине потому что жить негде как бы уезжает очень много там сотни десятки тысяч даже миллионы уезжают туда на запад про что ну давай цены на жилье подружка моя носатая как ты говоришь добралась до ковеля ковель это небольшой поселок закарпатской области где-то под луковелью они снимают сейчас одну комнату просто одну комнату 1000 гривен в день пиздец чтобы снять дом на месяц это 20 40 тысяч они узнавали это в поселке непонятно а в городе будет еще дороже да да в магазинах таких как его супермаркеты не успевают доезжать фуры очень много людей приезжает выгребают все не успевают товар привозить у нас вообще товара нету как бы трассу дорогу которая давно доставляет типа еду ее постоянно обстреливают поэтому большие фуры вообще не ездят только небольшие машины микроавтобусы небольшие доставляют небольшими партиями еду бензина с первых дней ни разу не привозили потому что как говорится большие фуры и бензовозы бомбят в первую очередь эвакуации города нету официальной каждый выезжает как говорится на свой страх и риск короче это все пиздец как заебало спать невозможно уже флешбеки уже постоянно глюки уже эта сирена тебе снится бомбежка снится ты не понимаешь это сон не сон просыпаешься где сирена есть вроде бы ее нету постоянный стресс постоянно депрессия там на улицу страшно выйти потому что какие-то люди ходят вроде бы свои вроде бы не свои фиг его знает может уже тут русские можно не русские ходят даже с дома страшно выйти вот как-то так